Приветствую вас, друзья, любители флота War Thunder, и что такие имею вам сегодня сказать. Мы с вами находимся буквально в полушаге от грандиозного шухера. Что должно случиться со временем? Дело в том, что сейчас уже корабельный рандом, я имею ввиду большого флота, потихонечку трещит по швам, но скоро может стать совсем хуже. И первая ласточка, это линкор Шанхорст, долгожданный, но тем не менее, когда он появился, он уже нам начал тонко намекать на то, что пробивать его крайне сложно другим линкорам, более старым, по годам выпуска. Ситуация немножко спасает то, что он сам пробивает не очень хорошо из-за своих относительно слабых орудий калибром 28 сантиметров. Ну, по крейсерам залетает нормально, с линкорами сложнее, но зато у него есть торпеды. Но погодите, ребят, что по итогу, по логике, должно быть следующим после Шанхорста? Гнезинау? Нет, ответ неправильный. Это у нас не развитие, так сказать, на этом же уровне корабля, может быть, его впрямь и добавят. Следующий, друзья, будет либо Бисмарк, либо Тирпиц. У англичан, естественно, они должны ответить Ким Джорджем Пятым. У советов может появиться Советский Союз, у американцев, не знаю, Массачусетс, например, какой-нибудь, или Северная Каролина. И вот тут, друзья, начнется самая-самая жопа коня. В чем прикол? Дело все в том, что сейчас современные, ну вот именно сейчас не современные, а вот те дредноуты, которые есть в игре, они, конечно, разные. Какие-то похуже у них, послабее орудия, какие-то посильнее. Тут сейчас есть некоторые советские имбочки на полубронебойных снарядах, надеюсь, их все-таки поправят. Но худо-бедно друг друга они ковыряют. А представьте, два Тирпица на дистанциях боя обычных, ну, где-то порядка 12-10-9 километров, которые сейчас существуют. Линкоры ближе не часто подходят, вернее, ну, к концу боя, может быть, если только. Они друг друга пробивать не будут. Ой, посмотрите, как у нас шикарно по волнам-то идет кораблик. Ух, просто здорово. Друг друга пробивать они не будут. Ну, будут километров с трех. Но сблизиться на такое расстояние, это в начале боя точно такого не произойдет. Ну, может быть, 16 и выше, где уже снаряды будут заходить сверху у бронепалубы. Возможно, какие-то критические попадания, то есть пробитие погребов, пробитие машинного отделения. Но на таких дистанциях-то воевать не будет, будут сближаться километров на 10. А вот с этой дистанции, да, они будут критовать башни, да, будут выбивать там мостик, возможно, ПМК калечить, ПВО, там трубы сбивать. Но пробить именно машинное и пробить погребовые запасы, барбеты башен, они друг другу не смогут. Но зато других участников регаты, они будут катать на таком волосатом мотороллере. И господа линкора-бояре, я сейчас никому ничего не хочу сказать плохого или уничтожительного. Тут, ну, почему бы не поиграть на хорошей любимой лимбе? Ну, вот не люблю я, например, играть на эсминце, хочу на линкоре, имею право. Очень быстро эту тему прохавают. Зачем стрелять друг по другу, не наносить практически никакой домашки, то есть не фармить. И не видеть себя гордого на первом месте в команде по настрелу. Давайте фигачить по крейсерам, они будут складываться только в путь. Давайте стрелять по эсминцам. Вон, меня, слышите, за окном, судя по всему, уже начали стрелять. Фейерверки, наверное, Новый год. Кстати, ребят, наступающий всех. Так вот, что еще? Эсминцы, да, тоже будут страдать, потому что, извините, тот же самый Бисмарк или Тирпиц у себя подмышками несет два легких крейсера. И в этой игре на ПМК можно переключаться и устраивать маленьким кораблям больно. Такая ситуация уже немножечко, совсем недолечко проявилась, когда появились первые дредноуты в игре. Они тоже очень быстро поняли, что друг друга пробивают плохо, но зато карают крейсера. И такие по-рыцарски, до конца боя, друг друга не трогая, набивают домашечку. Ну, потом как-то разбираются друг с другом. Ну, там это очень быстро... О, сейчас у нас будет ДТП. Ох, есть контакт. Там очень быстро с этим делом разобрались. Во-первых, это были неповоротливые утюги, без ПВО, их сажали на торпеды, как на Кукан, их бомбили самолеты. Ну, извините, с Тирпицем, с Бисмарком, с Айовой, такое уже не прокатит. Ну, ладно, не будем про Айову, там, в принципе, Северной Каролины хватит за глаза. Или Алабамы какой-нибудь. В общем, что делать? Вот как? Честно, у меня есть три идеи. На самом деле больше, но это мне показались наиболее же неспособными. Предлагайте ваши в комментариях. Их разработчики обязательно прочитают и это видео посмотрят. Ну, давайте фидбэк дадим какой-нибудь. Кстати, Слава Буланников, привет. Я знаю, что ты посмотришь это видео обязательно. Может быть, даже мы с тобой как-нибудь запишем какой-то комментарий для моих зрителей. Обо всей этой истории. Так вот, сейчас кто-то мне, может быть, еще немножко задержусь, скажу, что кто-то, может быть, скажет. Ну, Антоха, да ну нафиг, типа, да ничего такого страшного не будет. Ребятушки, вот представьте, у вас в команде будет три линкора Боярина на Тирпицах. И во вражеской три на Бисмарках. И оба в отрядиках. А вы, например, крейсер качаете. Вот вы будете с горящей жопой-то бегать. Вас очень быстро в этом бою сдует. Вы побежите в следующий бой. А там вас встречают три Северных Каролины и три Кинга Джорджа. И вот так будут вас по кругу, так сказать, катать. Так вот, перейдем к идеям. Первая принудительная. Вторая добровольная. Третья жопоподжигающая. Принудительная идея. Сделать механику выхода в бой, по крайней мере в большом флоте, как в авиационном РБ, ребята. То есть вы берете не пачку кораблей, или не два линкора, каждый с дублерами, как любят некоторые отряды имбан-агибаторов делать. А, собственно, доступен вам только один, предположим, корабль. Ну и самолетик к нему, естественно. Такого же БРа не выше. Ниже можно, хоть резерв, пожалуйста, берите. Вы как в авиационном РБ в бой вышли, слились. Ну, у вас будет возможность пересесть на самолетик. Полетали. Выиграли, или все у нас слились. И идете потом в следующий бой. У этой идеи есть много недостатков. Потому что тут, ну, как бы разработки нужно провести очень-очень серьезный объем деятельности. И, кроме того, сейчас мне кто-то въедливый спросит. Ну, Антон, ну а как это спасет от засилия линкоров? Ну, будет человек постоянно по КД линкор-то выбирать? Пусть он будет один. Ну, ребята, это снизит нагрузку. Потому что, обратите внимание, в боях вот убьешь ты кого-нибудь на линкоре. Фу, вроде отмахались. Так, нет, он опять лезет. У него куча дублеров. Или просто несколько линкоров в сетапе стоят. И здесь, конечно, во-первых, нагрузка будет ослаблена на бой от линкоров. А во-вторых, самое важное. Разработчики смогут реализовать систему балансировки по-другому. То есть, сейчас это невозможно. Потому что у человека в сетапе три линкора. Или там два линкора, два крейсера. Любой балансировщик сойдет с ума. Но вот если ограничить по одному кораблю, то можно уже будет балансить не то, что даже по нациям. А, например, в бою два линкора, пять крейсеров, три эсминца. Сейчас так сделать невозможно. А вот если один игрок будет заходить в бой на одном корабле, такое реализовать очень даже запросто. Так что, эта идея принудительная. Идея добровольная. Игроки внезапно поймут, что выходить против вражеского линкора на другом линкоре, это не всегда самый правильный путь. Можно же взять эсминца с торпедами, а если разработчики еще, вот как сейчас британцам... Ой, так мы тут уходим с поля боя. Я хотел вам просто показать, какое бывает красивое грозовое море. В игре War Thunder сейчас пусть разворачивается. Значит, есть авиация, есть торпеды. Вот британцам сейчас апнули торпеды, насколько я помню, в этом обновлении. Ну, как апнули? Дали просто другие, с более лучшими характеристиками. И, собственно говоря, линкорда с одной торпеды складывается, если ее выставить на глубину хода в 4 метра. С одного метра может и не прокатить, особенно это если не японские торпеды. Значит, что мы так медленно поворачиваем? Ну, все-таки тяжело, к сути, ему как идти при таком волнении. Прям реализм. Вот, кстати, реализм, про что я говорю, он во многом и загоняет нас с вами всех, разработчиков, нас, игроков, вот этот вот тупик. Потому что, ну, не получится отбалансить, например, подкрутить другие параметры брони, скажем так, как в некоторых других проектах. Не получится подмахлачить со снарядами. Нет, вот броня, она вот у Айова будет вот именно такой, какая будет. Орудия и снаряды будут именно вот такие, какие в реале были. Тут ничего уже не сделаешь. Сейчас, опять же, мне кто-то скажет, Антон, ну вот ты говоришь, надо убивать в добровольном порядке, пересаживаться на другие корабли или даже на авиацию и топить вот эти более уже современные линкоры альтернативными, скажем так, способами. Но ведь как? Ну вот даже не будем братья Йову, даже как-нибудь Северная Каролина. Она, ну, снаряды с радиовзрывателями и такое количество пушек, универсалок. Она такой геноцид устроит, хрен к ней подлетишь на самолете. Ну, ребят, согласен, но с ПВО история немножко другая. Опять же, если мы не можем что-то здесь подкрутить с броней и с артиллерийскими орудиями, потому что концепция такая. Вот много элементов историчности. С ПВО, оставаясь в рамках этой историчности, можно сделать очень многое. Сделать ему, например, реальную эффективность. Не сбивали самолеты пачками и с пяти там километров крылья не отстегивали налево-направо. В реале вообще ставили больше заградительный огонь. То есть никто из этих установок ПМК вот не целился конкретно в самолетик, не брал упреждения. Сейчас у нас в автоматическом режиме, да, собственно, и вручном, стреляют конкретно, вот как по точке, грубо говоря, упреждения, взять упреждение в некий самолетик и его сбить. И боты сейчас очень хорошо сбивают. Ну, боты на вашем корабле, зенечки. Хорошо сбивают самолеты. Раньше ставили просто заградительный огонь, через который самолет-противник должны были пролететь. Но ведь умный пилот может и отвернуть, или взять выше, или ниже. Ну, в общем, здесь вариантов масса, как привести все к историзму. Но самый большой недостаток этого второго варианта, я в него ни хрена не верю. Не потому, что у нас игроки жадные, глупые, или неумелые, или слишком хитрожопые. Вопрос все в том, что, ну, вот есть у меня Айова, например, в порту, или Принц Уэльский. С какого хрена я должен выходить в бой на какой-то посудине на эсминце? Да и не качаны они у меня. Да не хочу, из Принца покачать не буду. Я вот линкоров себе прокачал, этих там прям пролетел и даже не трогаю. Даже в топ не выводил. Просто проскочил по-быстрому. Никто не обязан. И плюс всем хочется прокатиться на имбочке. А этих имбочек сейчас, если все так дальше будет продолжаться, завезут в товарных количествах. Поэтому вариант третий. Жопоподжигающий. Ох, сейчас мне дизлайков наставят. Жалко, что их на Ютубе сейчас не посмотреть. Но подумайте сами. Это вмешаться в экономику. Это, конечно, последнее дело. Но вот сейчас многие жалуются. В том числе мне пишут. Антоха, да ты видел, сколько стоит ремонт линкоров. Да это беспредел какой-то. Ребят, я бы взял бы и его в три раза бы увеличил. Ну, это я сейчас с головы беру. Это надо очень считать, смотреть, долго тестировать. В три, в четыре, в десять, в два с половиной. Хрен знает. Чтобы, скажем так, линкоры, извините, high-end content. Если мы берем другие игры, похожие на War Thunder, там, простите, на десяточке несколько боев сыграл, денюжка может закончиться. Здесь возможно ввести то же самое, но не по БРу, а по классу корабля. То есть, чтобы был стимул выходить в бой на крейсерах, на эсминцах. Не только сел на линкор и дрючишь его неделями. Радостно там драча и хохоча вместе с другом Васином и Калином. Нагибая и унижая вражескую команду. А тут, не знаю, сыграл пять боев на линкоре. Иди фарми. Такой вариант тоже, опять же, возможен. Не факт, что я придумал или догадался до каких-то самых лучших вариантов. Я еще раз предлагаю постить какие-то свои идеи в комментариях. Они обязательно дойдут куда надо до разработчиков. Я даже... Они сами это прочитают в комментах. Но я даже смогу подборочку сделать, просто сам из них выписать. Из комментов. Ну, друзья, если чего-то не сделать, опять же, появление более-менее таких современных линкоров, оно тут всем покажет куськину мать. Еще раз говорю, если сейчас кто-то возмущается предложением по экономике, я скажу так, что, дружище, вот ты попадешь на эсминце или на крейсере в команду, а напротив будет четыре Айовы, а у тебя четыре Бисмарка. Все, играть будут только они. Вы будете для них просто вот как бы мальчиком для битья, просто стадом. Я бы не хотел, чтобы такое произошло. Нас с вами мариманов во флоте Вартандера и так не очень много. А если усложнять игру, и так есть множество проблем. Например, не всех устраивают карты, не всех устраивает количество островов в линкорных, там, в крейсерских боях. Не всем, да по-моему, никому не... Это он меня преследует, вы посмотрите. Он меня просто за раз преследует. Не всем нравится, мне вот точно чудовищно не нравится вот этот самый первый респ, когда все появляются на радость локонавтеру, как шпроты в банке. И ни влево, ни вправо не повернуть, уже летят снаряды, ты бы готов бы увернуться, а тебя на них просто вытолкают. Ну, в общем, много чего есть. Но я вот именно хотел сегодня поговорить про проблему, которая у нас обязательно возникнет с добавлением уже серьезных линкоров. В общем, друзья, с вас лайк, мнение в комментах. И приходите на стрим, который будет сегодня. Мы попробуем вам сделать такое веселое мероприятие. Мы не будем играть на линкорах, мы будем им старательно мешать. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok